Открытие образовательного центра Елабуга Политех. Как будет развиваться кадровый потенциал особой экономической зоны? Была поставлена задача, чтобы была выстроена единая цепочка, школа, дом научной коллаборации, СУС или политехнический колледж и высшее учебное заведение. Чем отличаются естественный и искусственный способ приобретения иммунитета? На самом деле вакцинация сейчас – это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вирусов в популяции просто за счет иммунности. Какие астрономические явления смогут наблюдать казанцы в апреле? Всем привет! В эфире Универньюз о студии Алиса Ткаченко. На территории особой экономической зоны Алабуга с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова состоялось торжественное открытие образовательного центра «Алабуга Политех». В мероприятии принял участие и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Все подробности далее. В рамках программы под руководством главы Татарстана прошло совещание по развитию кадрового потенциала особой экономической зоны Алабуга. Рустам Миниханов подчеркнул, важно, чтобы программы подготовки кадров шли в ногу со временем и были востребованы в реальном секторе экономики. Совместно с данным центром Ильшат Гафуров предложил создать единый учебно-научный комплекс на базе Елабужского института КФУ. По его словам, резидентам нужны специалисты тех или иных направлений подготовки. Сам колледж политехнический и способен в полной мере устроить действующих резидентов по разным причинам. Но встал вопрос, а что детям дальше делать? Потому что многие выпускники колледжа уезжают в высшие учебные заведения других городов, регионов и за пределы страны. Поэтому была поставлена задача, чтобы была выстроена единая цепочка, школа, дом научной коллаборации, СУС или политехнический колледж и высшие учебные заведения. По словам ректора, в Елабуге достаточно давно работает педагогический институт, который долгое время готовит специалистов для школ. На территории данного института сегодня есть возможность развернуть необходимые подразделения нашего университета, для того, чтобы выпускники колледжа еще в процессе обучения начали обучаться по специальным программам и далее перешли бы плавно на площадку нашего института и получили бы здесь диплом о высшем образовании. В то же время они не теряли бы связь с работодателями, которые размещаются здесь на территории особой экономической зоны. Такая задача была поставлена руководством особой экономической зоны Алабуга и в данный момент поддерживается президентом нашей республики. По словам Ильшата Гафурова, поставленная задача будет реализована, потому что и у Казанского университета, и у особой экономической зоны хорошая история успеха в реализации крупномасштабных проектов. Джимни Баева, Универ Ньюс. Мы продолжаем рассказывать о том, почему важно вакцинироваться против COVID-19. Подробности в сюжете. На сегодняшний день вакцинация – самый эффективный способ защиты против коронавируса. Основной принцип ее заключается в ведении пациенту ослабленного или убитого болезнетворного агента, благодаря чему организм человека станет вырабатывать антитела для борьбы с заболеванием. И в конечном итоге выработается иммунитет. Вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы здесь говорить не должны. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. На самом деле вакцинация сейчас – это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вирусов в популяции. Просто за счет иммунности. Вакцинация является не единственным способом обрести иммунитет. Его можно получить естественным путем, то есть переболеть. Но стоит понимать, что этот путь крайне опасен, и никто не может знать заранее, каким последствиям может привести болезнь. Вакцинация же не вызывает у привитых тяжелых реакций. А вот COVID-19 оставляет за собой у пациентов в лучшем случае расстройство сна, депрессию, снижение памяти, умственные работоспособности. В худшем случае – смерть. Мой путь является одним из самых худших – вакцинироваться. Вакцинироваться через переболеть, через болезнь, я вообще, честно говоря, не знаю, во-первых, еще какие последствия. Те, кто живут вместе со старшим поколением, думайте, потому что вы можете убить своих близких. Это прежде всего обращаясь к молодежи. Приобрести иммунитет с помощью вакцины, нежели болезнью, важно еще и тем, что так мы точно не станем заражать окружающих. Ведь коварство COVID-19 заключается еще и в том, что симптомы его появляются далеко не сразу, с момента заражения. То есть вирус уже размножился, он хорошо размножился, человек его начинает распространять, и он его распространяет пять дней, как минимум, до того, как у него появляется симптоматика. Напомним, что пройти вакцинацию можно в университетской клинике Казанского университета по адресу Вишневского, 2А. Телефон для записи 233-30-00. Однако стоит обратить внимание, что есть и противопоказания. Возраст до 18 лет, беременность, ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Помните, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Диана Желенкова, Универньюз. Команда Казанского университета «Казань» заняла второе место в общем зачете на молодежном фестивале «Всероссийский студенческий марафон», проходившем с 1 по 5 апреля в ТОПСЕ. Для всех поступающих в магистратуру Казанского федерального университета организована Олимпиада. Я – магистрант КФУ. Отборочный этап уже состоялся. Как проходит заключительный этап, мы узнаем в следующем сюжете. Олимпиада проходит с целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, ориентированных на продолжение академической карьеры в Казанском федеральном университете. Студентка 4-го курса кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Александра Пономарева поделилась своим мнением, почему считает Олимпиаду Я – магистрант КФУ отличным помощником при поступлении. И сама эта Олимпиада, то, что ее вводят вот так вот в институты, это, ну, большое удобство, потому что, ну, лишние хлопоты летом, например, при сдаче экзаменов. Также, мне кажется, это поменьше стресса будет, как летом, как будто не такая большая ответственность и огромная задача стоит. Сама же Александра Пономарева из Казахстана. Она рассказала, почему выбрала именно Казанский федеральный университет. Я и поступала на бакалавр тоже из Казахстана здесь, отдельно приезжала, сдавала экзамены. Мне кажется, что именно в этом институте больше перспектив, чтобы в дальнейшем найти хорошую работу. И вообще в плане учебы тоже, ну, большая квалификация получается. В этом году Олимпиада проходит по 65 направлениям. В отборочном этапе приняли участие более 2000 человек. На заключительные приглашены более 1000. 70% это студенты Казанского университета, 30% из других регионов. Формат Олимпиады определяет институт в индивидуальном порядке. Мы пообщались со студентом 4-го курса кафедры общей экологии, Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Булатом Хайрулиным. На тему того, почему же он выбрал КФУ для продолжения своей академической карьеры. За время обучения в Казанском федеральном я для себя понял, что здесь преподают очень качественно, информацию дают очень четко и ясно. И у выпускников Казанского федерального очень много возможностей и направлений в дальнейшем, куда можно пойти работать. Победители Олимпиады Я-магистрант КФУ по решению экземпционной комиссии согласие абитуриента приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний по программам магистратуры, соответствующим направлениям Олимпиады. В течение двух календарных лет с момента получения диплома Олимпиады. Илья Андреев, Фарид Захи Тугле, Универньюз. В день космонавтики начнется новолуние. Весь апрель Луна будет увеличиваться в размерах. Это отличное время для ее наблюдения. Этим поделился профессор Казанского университета Юрий Нефедев. Что еще готовит апрельское небо, далее в сюжете. С 14 по 30 апреля можно будет увидеть первый весенний звездопад Лирид. Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Лира, в котором находится его радиан. Лириды наблюдают уже более двух с половиной тысяч лет. Если раньше это был сильный поток, то сейчас в атмосферу залетает всего 18 метеоров в час. Но это явление штатное, обычное, ничего в нем такого сверхъестественного нет. Оно происходит каждый год, так же как все метеорные потоки, которыми мы можем с вами наблюдать. Наблюдать это рядовое явление нужно своими глазами с 12 до 2 часов ночи. Оборудование здесь нам никакое не требуется. Своими глазами лучше всего наблюдать. Совершенно в любом месте небесной сферы может попасть вот эта вот падающая звезда, как в народе называют метеоры. Дарья Ананьева, Надежда Степанова, Универньюз. На этом все. В студии была Алиса Ткаченко. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»